сегодня мы будем говорить про песни я так подозреваю причем не просто про песни песня настоящей любви именно так называется сольный концерт нашего сегодняшнего гостя маркиш мы у нас гостях приветствую приветствую хорошо спасибо марк значит стал быть 7 марта прям такой делается подарок женщинам да вот накануне 8 марта консольный концерт да это дата выбрана случайно или прямо ну то есть я думаю что она выбрана не случайно но не мной организаторами концерта которые это произошло все очень достаточно спонтанно мне был 28 мая в доме музыки в большом светлановском зале концерт который прошел достать в этом же зале да в этом же зале и но после него сразу организаторы сказали марка вот давай 7 марта суббота для всех женщин сделаешь праздничный концерт но я после концерта мне всегда перед концертом всегда панические атаки и страх до после концерта всегда просто фееричные настроения и я говорю а давайте название это хотя бы придумано название придумано мне песни о настоящей любви на самом деле название всегда возникают проблемы с названием потому что эстрадная песня и эстрадное исполнительское искусство но накопила уже на мой взгляд очень серьезный опыт и возможно даже где-то себя исчерпал а потому что то новое придумать очень сложные и в названии и и в песне и в стихах но вот это название как показалось мне она не мешает достаточно правильно передает то что мне хотелось бы делать ночи такой романтической ну то есть вот по празднику это прям формат для вот попасть и ну хранится у нас новая у нас новые только кошки бывает на каждом эфире но новая кошка который мы пристраиваем лука за ним до красотка о какая мирослава мирослава вот мир это сколько ей года три взрослая уже девушка взрослая глаза детские вот у них такие им верить нельзя да да этим этим девушкам верить нельзя особенно вот этим вот у вас кстати есть домашний живот никогда не было не было даже в детстве и что удивительно даже не хотелось не знаю почему думаю что может быть и когда-нибудь если у меня будет большой загородный дом то там будут дома до сих пор нет большого загородного дома не ну есть конечно дача семейная что называется там родители брат семья брата но у меня небольшая квартира в каком районе москвы на патриарших прудах о неплохо да а вообще есть любимые места москве есть но они как московского международного дома музыки но это кстати любимое место правда да и находится недалеко от любимого места любимые места они все связаны с какой-то личной историей таганка потому что там гитис и пять лет гитиса вот факультет музыкального театра он находится на таганке прямо рядом с театром на таганке это арбат и арбатские переулки это дом актера это тоже студенческие годы все переулки гитис который в кисловском переулке вот ну я думаю что центр москвы бульвары потому что там столько и схожено столько пережито перелюблено и все такое а вы вот родились махачкале когда вы там были последний раз я интересно в этом году я понял что я в этом уже в 15 ну вот в прошлом вот совсем недавно в конце 14 года я понял что я живу в москве ровно столько сколько я жил в махачкале то есть уже даже больше в москве живу то есть не было этом лет 15 вот посмотреть как там честно да нет почему я с огромным теплом думаю об этом городе как то есть это город моего детства но я понимаю что города моего детства уже нет то есть он совсем другой город там живут другие люди там очень сильно изменилась архитектура потому что таком городе как махачкала есть такая особенность что люди очень любят строится и строится достаточно хаотично но в этом даже прелесть этой культура 100 до все пристройки не задумываясь о том как меняется архитектурный ансамбль но просто потому что семья растет дети рождаются нужно расширяться а мы вот достроим такую пристройку а потом еще кто-то родился а мы ну и и еще чуть-чуть вот и мне даже брат старший у которого жена дагестанка и он иногда туда ездит вот и он прислал мне как-то фотографии нашего двора и дома где мы жили вот я не узнал со говорят что нет вообще ну то есть не говорят а точно нет такой национальности дагестана это же уникальное в общем да когда там более 30 национальности до более того у каждой из национальностей свой язык и более того то есть эти языки никак лингвистически не соприкасаются да то есть аварец никогда не поймет даргинца если они будут каждый говорить на своем родном языке это удивительно потому что вот аварское село но вот тут я не за 50 70 километров даргинское село но они не поймут это не как русский с белорусским или русский с украинским разный язык вы знаете вот я когда собственно каталась к встрече я почему-то вспомнил иосиф дача кобзона решение вот кобзон там совершенно не моя музыка никогда не было моей но я очень-очень уважаю сюда выдача и вот главным образом потому что он на заре своей карьеры когда ему придумали такой политкорректный псевдоним то ли златов то ли солнце какой-то он сказал что вот он бродился кобзоном и вот он будет вот иосифом кобзоном на сцене или не будет на сцене вообще а вам никогда не приходил в голову взять псевдоним сценически вы же рано поняли что вы да я думал об этом конечно думал но ну как-то не додумал а вот а потом как-то все изменилось и теперь мне очень часто спрашивают а это а даже вот редакторы на радио а как ваше настоящее имя нам для паспортных данных марк тишман да вы что звучит на самом деле марк тишман очень так сценически вода да 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 у вас старший брат михаил да и он медик помада мне очень много врачей и в окружении и в семье у меня мама врач и старший брат врач а как вообще ваши родители оказались в махачкале вообще вся моя семья родом почти мне вообще понятно что из разных мест но в основном из украины из города черновцы а мама вообще из деревни из поселка вашковцы это западная это западная украина да вот бабушка из бессарабии то есть там где румыния теперь и после войны дедушка был строителем его послали строить в махачкалу вот так семья и оказалась в этом южном городе а на украине бываете в детстве ездил сейчас там уже никого не осталось и но я в смысле не гастролирует бывал да 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 до последнего времени ну да последнее время до последнее время это какая-то очень непонятная история и она очень огорчительно но вывод я так понимаю что вывод ну то что называется дача к миру вы же учились допустим в калифорнии да недолго недолго да более того это было конечно удивительный опыт в моей жизни потому что когда мне было 13 лет и тогда самое начало 90-х и мои и помните тогда мы старались как-то в засос дружить россии и сша и вот американцы проводили такой акт в поддержку свободы то есть они набирали полторы тысячи детей из всего бывшего советского союза и отправляли их в семью жить в американскую там учиться в обычной американской школе приплачивали нам стипендию вот и меня послали на год я год не выдержал я вернулся в махачкалу да а почему что было не так ну у меня был не совсем хороший опыт с семьей которая я так потом понял что у них были там какие-то налоговые льготы и послабление всячески это не то что вот у них было прям но должен сказать что потом я познакомился с другой семьей которая но которая была она значит ну такая американка англосаксонка а он американец итальянского происхождения и вот они страшно захотели исправить вот этот мой отрицательный опыт я познакомился совершенно случайно через их детей с которыми где-то тоже соприкоснулся по учебе и я еще пожил у них пару месяцев но они хотели чтобы год но я как-то я такой очень упрямый человек я внутренне себя настроил что вот я возвращаюсь у меня были было много друзей в махачкале прекрасные одноклассники такая жизнь интересная насыщенная что я вот из калифорнии уехал в дагестан интересная история а то есть не отпечатала вас на америка я думаю что они шана подсознательно она дала какой-то опыт обязательно но вот что конкретно она мне дала я не могу сказать но я уверен что все в жизни не про ничто на земле не проходит бесследно но допустим если мы говорим возвращаемся к 7 марта про песням настоящий любимый ваш вот жизненный опыт он как-то на вашем композиторском творчестве и на вашем там певчев певчевском как о каких-то практиках сказывается то есть вы что-то абсолютно там и я бы даже поставил знак равно между этими вещах потому что в сожалению из-за моей недисциплинированности у меня нет такого что я утром просыпаюсь сажусь за инструменты начинают писать может быть я к этому приду и более того мне какие-то мои более опытные умные друзья советуют мне уже так поступать но я пишу песню говоря грубо только вот когда при прет эмоциональный когда нужно вот эту эмоцию куда-то выплеснуть и вот я тогда пишу песни то есть конечно все мои песни я прекрасно всегда почти практически всегда знаю когда из-за чего почему после каких перипетий переживаний написано та или иная песня все они настоящей любви разве практически да носит джон лену свое время говорил что когда мы сказали почему битлз перестали петь и любви он велся все что мы делаем это вот как бы все про любовь поэтому если об этом смысле да я вообще глубоко убежден что вообще все в жизни про любовь просто что вкладывать смысл этого слова да что вкладывать смысл этого слова все всеобщий закон по которому мы живем это закон мне кажется любовь да да я или или не любовь что тоже как бы дефицит любви поэтому все какие-то войны я уверен убежден все какие-то отрицательные поступки они тоже из-за любви или и отсутствие дефицита невозможности в себе ее найти в отсутствие сил внутренних потому что для этого нужна сила вы вообще человек логики или человек интуиции интуиции да но это в общем давно в артиста это поняли очень по мне этого даже зачастую не скажешь но я абсолютно спонтанный человек я очень импровизационный человек спонтанный человек который за год вообще уже придумал еще в мае в мае до прошлого года придумал что у нее 7 придумали люди которые с коммерческой точки зрения данная я помню это вот допустим если мы говорим про жизненный опыт и про воплощение в творческие практики вы недавно вернулись из бразилии первый раз были до второй второй раз были в риф зачем поехали второй раз туда и будет ли это какая у нас будет какая-нибудь песня есть песня есть песня которая называется копа кабана и которую я кстати очень люблю но написал ее после прошлого визита так прям вот напеть вот буквально так чтобы я мне бы к тебе улететь через океаны мне бы тихо с тобою стареть залечивая раны мне бы лишь на тебя смотреть сквозь этот воздух пьяный копа кабана мама моя копа кабана это про любовь я думал про что эта песня и сначала я она конечно она не про копа кабану не она не про бразилию я сначала думал что это наверное песня вот про такую про такое место силы которые у каждого из нас есть где каждый из нас был счастлив и в это место хочет вернуться а теперь после второго свое путешествие туда я переосмыслил эту песню свою хотя господи наш этом эстрадная песенка но для того чтобы ее исполнить каждый раз на сцене остро ощущает и должен понимать ну вот что она сейчас для тебя значит я понял что эта песня просто про то что каждый где-то однажды когда-то был странно счастлив ну то есть мне надо вот так себе объяснять каждый раз песню для того чтобы ну вот как-то ее объяснить человек образе ли сейчас лето ли это же южный полушарий вы там просто отдыхали или я отдыхаю мне нравится мне нравится и когда меня спрашивают что вот что тебе нравится в бразилии вот до чего-то туда второй раз поеду думаю что поеду и третий четвертый раз я я понял я понял это прочитав книгу такого есть главный латиноамерико биограф латинской америки писатель руй кастро и он написал книгу которая называется карнавал в огне про рио до жанейро фантастическая книга и он написал что при том что там прекрасный климат там идеальный уровень влажности что для артиста очень хорошо для всех наших слизистых оболочек для нашего инструмента там замечательные фрукты овощи то есть которые вот просто везде висят в городе в центре только руку протяни там замечательный океан там потрясающе красивые добрые люди и он пишет что вот все климатические природные и так далее преимущества но все это меркнет по сравнению с главным ресурсом рио-де-жанейро это люди все-таки то есть люди создают атмосферу люди создают настроение люди создают уникальный дух знаете у бразильцев есть они же я не знаю почему то есть у меня внутри есть много объяснений я могу там об этом говорить достаточно долго то есть они сохранили в себе то что они называют одним словом саудажи саудажи это такая тоска по прекрасному я не знаю тоска ли это такая про которую говорил платон что мы приходим с пониманием красоты и всю жизнь ее ищем и тоску им то ли это тоска потому что еще совсем недавно было у них они бы ведь открыты недавно в шестнадцатом веке то есть совсем недавно даже если смотреть на нашу историю да то есть до этого они жили если в них случались какие-то войны распри и они друг друга как-то убивали или мстили друг другу то есть совсем не за то что они захватывали территории а вот из-за каких-то страстей которые их одолевали но так говоря грубо и может быть они и даже говорят что вот коммунизм и вот это все первые идеи коммунистические они возникли там после открытия рио и даже может быть это повлияло потому что вот так они жили все принадлежало всем ну и же там с преступностью насколько я знаю решает этот вопрос очень решается вот правда то есть конечно когда меня спрашивали марка ты не боишься фавел его сушки я человек который родился в махачкале и прожил закончил там школу буду бояться вот эти вот пристройки это конечно страшно потому что если сильный тропический ливень то как правило как мне сказали местные жители 23 дома смывает вот но то есть в этой же книге очень замечательно написано конечно что если рослое скандинавская светловолосая светлокожая женщина наденет все свои дорогие часы и украшения и выйдет ночью прогуляться то не факт что она вернется с этими украшениями но и а в москве а влю а в париже вернется думаю что вряд ли но как мне рассказывать друзья то что они давно туда ездят и то что было еще в 2006 году когда они наблюдали из своей квартиры на ипанеме а рядом от гора с фавелами то есть пролетал вертолет спускал с вертолета спускалась такая лестница спускались автоматчики полицейские они стреляли в них бросали какие-то гранаты в этот вертолет и очень смешно конечно но в этом бразилии и там к моему другу приехала жена первый раз в рио-де-жанейро и она просыпается слышат эти выстрелили говорит это что карнавал он говорит ей да карнавал вот сейчас этого нет близко то есть у них же это политика да есть бедность да есть нищета но кримин уровень криминала вот прям на глазах с каждым годом сходит на нет потрясающего рассказали как будто клип посмотрела сейчас про рио я потому и клипов практически не снимаешь ему все могу рассказать забирайте дам чудесная набивайся так хорошо вообще до абсолютно слушала то внимала заворожено значит марк мы приступаем к коде наша года она выглядит таким образом это игра в правду как это выглядит вы выбираете наугад отсюда фишечку какого определенного цвета и потом такого же цвета выбираете карточку на которых написаны вопросы они разных категорий откровенные неловкие на подумать белая карточка это свободный вопрос это значит я сам вот значит сперва наугад выбираем фишку да и эта фишка нас белого цвета то есть значит я вам тогда вот ну прям давайте как подумать вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями обещая при этом своему партнеру что ни с будете это обсуждать практически никогда практически не обсуждают в этом большая моя проблема проблема ну потому что когда мы чем-то делимся рассказываем то во первых может возникнуть решение во вторых чем те может что-то подсказать но я очень не закрытый в этом смысле чек даже со своими самыми близкими друзьями да даже с братом и родными да не приятно почему это вопрос на подумать что здесь думаю это чудом как есть да странно так желтая любую желтую желтую неловкий вопрос вам случалось обсуждать фильм книгу которую вы на самом деле ни разу не читали и не смотрели и что это было приходилось так а что это было не могу сказать но когда сидишь в обществе каких-то умных образованных людей не то чтобы я очень включался в обсуждение но как-то старался к месту кивать головой все-таки же артист артист должен себя как одинаково комфортно чувствовать и с криминальным миром из деятелями науки но так чтобы не совсем ударить в грязь лицо но мне это делать если честно не сложно потому что мне еще это всегда в институте помогало у меня такое лицо что все думают что я читал знаю смотрел ну стараюсь не разочаровывать людей а у вас не было никогда такое ощущение что с вами кто-нибудь говорит ну там о какой-нибудь вашей работе а на самом деле вы понимаете что чек там не важно что он говоря хвалит ли не хвалит что на самом деле он передачу не видел песни слышал нет я просто прекрасно понимаю когда вообще когда мне что-то говорят как и мне кажется я по ним с другой стороны у меня есть такая проблема как заниженная самооценка вас да ох вот сейчас вы удивили ты наверно не только меня на думаю и зрители да да я недавно я сидел с одним из своих близких самых друзей что-то мы выпили и говорили за жизнь я говорю а ты вообще понимаешь что у меня дико заниженная самооценка и многие проблемы от этого и один правда это один из моих самых близких друзей он говорит слушай ну ты это очень умело скрываешь да я кстати вот должен сказать вам марк что ну может быть за счет просто природной фактуры вам удается сказать ну во первых просто глядя на вас вообще не подумай что у вас могут быть какие-то вот самооценкой но это мы сейчас говорим про творчество да то есть и брать его про все все конечно вот надо будет еще раз встретиться заинтриговали у меня так раз красная до финальная красная наша откровенный вопрос занимались ли вы сексом вне дома где да в рио пришлось в рио вне дома нет в рио только дома в рио кстати вы где в гостинице нет я снимаю квартиру да да то есть вот уже дошло до такого что уже вот просто я и тот раз делать также а это просто гораздо интереснее один шаг до пмж уже ты не ощущаешь себя туристом который приходит в в номер в холл отеля где чувствуешь сразу этот найти освежитель воздуха отельный сразу ощущение что ты турист а тут ты живешь на прекрасной площади там во вторник и в четверг рынок тетушки из разных провинций бразилии привозят свежую рыбу фрукты овощи ты можешь даже не покупать еще один клип сейчас поспортят как впечатление марки я дарю вам такую книжку называется 24 кадра правды про кино здесь беседы с киношниками 7 марта значит московский международный дом дом музыки вы услышите песни о настоящей любви на разных языках до а вы услышите песни в исполнении настоящего артиста марка кишмана вы меня заинтриговали кстати мы с вами должны встретить еще раз спасибо вам спасибо